Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Монтаж солнечной электростанции своими руками. Пошаговая инструкция. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Люди научились пользоваться силой природы и ее ресурсами, которые полностью бесплатные и не объединяют природу. Использование энергии ветра, воды, солнца абсолютно безвредно для природы, что делает этот факт особенно ценным. Солнечные батареи – отличный вариант экономии на оплате за коммунальные услуги. Солнечные батареи работают за счет энергии солнца, поглощая солнечный свет. Они вырабатывают энергию. Сборка солнечной электростанции своими руками. Купить гелеустановку для выработки электричества для дома не составляет никакого труда. На рынке можно найти много различных предложений. Но стоимость такого оборудования достаточно высокая. Купить систему доступно далеко не каждому. Есть альтернатива изготовления гелеустановки собственноручно. Сила тока, которую сможет создавать фотоэлемент, будет зависеть от количества попавших на поверхность солнечных элементов. Количество этих элементов напрямую зависит от ряда факторов. Размеры аккумуляторов. Сила и интенсивности солнечного света. Длительность использования. КПД сооружения. Температурных показателей. От размера батареи зависит количество вырабатываемой энергии. Чем больше площадь конструкции, тем больше энергии вырабатывается, и тем выше стоимость оборудования. В зависимости от стоимости и мощности оборудования, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электричество разделяются на конструкции с малой мощностью. Мощность данного оборудования сможет обеспечить зарядку планшета и других электронных приборов. Но при высокой стоимости и столь малой мощности данное оборудование не пользуется высокой популярностью. Универсальные конструкции чаще всего приобретаются для использования в походах и кемпингах. Это более мощная конструкция, способная питать несколько электропереборов одновременно. Солнечные батареи и плоские фотопластины, крепящиеся на специальной основе, устанавливаются на крышах домов и благодаря сложному устройству позволяют полностью покрывать все потребности в электрической энергии. Электростанция на солнечных батареях своими руками Уже перестает быть редкостью и дикоинкой солнечной электростанции в быту. Данная конструкция повышает комфортность проживания, обеспечивает независимость от работы коммунальных служб. При запасе базовых знаний в электротехнике можно сделать солнечную электростанцию собственноручно и при этом сэкономить ощутимые деньги. Различают три вида солнечных электростанций – автономные, сетевые, комбинированные. Для обеспечения дома электроэнергии автономная солнечная электростанция считается наиболее оптимальным вариантом. Любая солнечная электростанция, продуцирующая переменный ток, состоит из четырех основных компонентов. Фотомодули Количество и площадь фотоэлементов определяется в зависимости от потребностей дома и солнечной активности в конкретной географической местности. Смонтировать модули можно собственными силами. Купить придется только кремниевые фотоячейки или купить гелиоблоки, при условии, что размеры блоков совпадают со всеми требованиями. Аккумуляторные батареи нужны для предотвращения перебоев с подачей электроэнергии. В непогоду и пасмурные дни аккумуляторы смогут поддержать подачу электричества в дни без солнца. Контроллеры Своего рода часовые контролирующие аккумуляторы от чрезмерной зарядки. Когда батарея будет полностью заряжена, они понизят ток, вырабатываемый солнечной батареей, до той величины, которые необходимы для поддержания самозаряда. В самодельной установке данное оборудование необходимо для продления срока эксплуатации. Инверторы Специальные приборы, преобразующие постоянный ток в переменный, который питает всю технику в доме. В частной солнечной электростанции речь идет о синусоидальных батареях. Данный вариант дешевле и подходит для домашнего использования. При переизбытке электроэнергии инверторы выступают связующим звеном между домашней и коммунальной энергетической системой. Они перенаправляют избыток электричества в общую сеть. Кабели Им отводится важная роль. Все уличные кабели должны быть высокого качества и устойчивости к непогоде и перепадам температур. Для уменьшения энергетических потерь рекомендуется короткий путь и специальные сечения не меньше 4 мм. Схема сборки солнечной электростанции Солнечные модули следует установить на крыше дома. Располагается конструкция в соответствии с инструкцией. Расположение под прямым углом к падающему свету. Угол отклонения не должен быть больше, чем 15 градусов, при условии, что планируется круглогодичное использование гелевого установки. Батареи располагаются под углом плюс 15 градусов к географической широте. Если использовать батарею только в летний период, требуется придерживаться угла наклона минус 15 градусов к широте. Попросить помочь расположить солнечные батареи правильно можно человека, который компетентен в данном вопросе. Устанавливаются батареи друг над другом с учетом того, как будет ложиться тень, чтобы не перекрывать доступ солнца. Остальные составляющие конструкции рекомендуется устанавливать отдельно в специально отведенном для этого помещении. Это поможет избежать энергопотери, да и вся система станет работать намного эффективнее. При расположении панели в несколько рядов между приборами следует придерживаться определенного расстояния. В таком случае не будет затемнения. Закрепляют панели в четырех, а лучше в шести местах. Закрепляются батареи только родными фиксаторами. В противном случае не будет никакой гарантии надежного крепления. Собрать солнечную электростанцию своими руками. Чтобы сэкономить на установке оборудование, которое бригада специалистов привезет за определенную стоимость, необходимо соблюсти правила и прислушаться к рекомендациям опытных людей. Иначе фото панели не смогут работать с максимальной возможной мощностью. И материальные затраты на изготовление или приобретение будут напрасны. Собственноручно изготовленная электростанция солнечной энергии собирается с учетом таких правил. Освещённость. Панели обязательно должны быть установлены в самом освещенном месте без малейшего затемнения. Как правило, это крыша, помещение или фасад. Направление. Установка фото батареи осуществляется с южной стороны крыши с учетом корректного угла наклона. Южная сторона максимально получает энергию Солнца. Угол наклона. Для результативности и максимальной эффективности работы панели необходимо брать во внимание правильный угол наклона по отношению к горизонту. Выше было описано правило выбора угла, но если такой вариант недоступен к применению, выбирается постоянный угол, равный географической широте. Обслуживание. Если запускать загрязнение поверхности солнечных батарей, происходит заметная потеря производительности. Необходимо регулярно очищать поверхность летом от пыли и листьев, зимой от снега и загрязнений. Если батареи устанавливаются на поверхности грунта, то необходимо приподнять конструкцию над землей примерно на полметра. Но помимо этих нюансов, большую роль во время установки батареи играет тип кровли. Домашняя солнечная электростанция своими руками – особенность установки на крыше. От варианта крыши зависит способ расположения батареи. Даже расцветка кровли играет значительную роль. Например, темная крыша сильнее прогревается на солнце и становится причиной перегрева солнечной панели. Если покрытие кровли имеет темную расцветку, в месте расположения батареи необходимо предусмотреть светлую вставку. Если фотопанель устанавливается на плоскую кровлю собственными силами, этот процесс не должен вызвать затруднений. Плоская крыша считается самым лучшим вариантом для расположения солнечной батареи. Для установки приобретают опорные рамы для удобного расположения панели под правильным углом. Ухаживать за панелями и чистить их поверхность на плоских крышах намного удобнее. Скатные крыши требуют немного другого варианта монтажа. На специальных креплениях устанавливают батареи с учетом материала, из которого изготовлена кровля. К каждому варианту используется свой крепежный материал. Также монтажные технологии отличаются в каждом конкретном случае. Для естественного охлаждения солнечной батареи рекомендуется делать зазор между крышей и оборудованием. Это обеспечивает циркуляцию воздушных масс. Самодельная электростанция на солнечных батареях Перед началом самостоятельного изготовления солнечной электростанции необходимо определиться с материалом. Чаще всего в основу фотопанели идут поликристаллический кремний или монокристаллический материал. Поликристаллический материал имеет невысокий коэффициент полезного действия, но панель из такого материала эффективна при любой силе солнца. Что касается монокристаллических веществ, они имеют более высокую производительность, но заметно снижают эффективность при отсутствии солнца в пасмурную погоду. Из-за этого домашние умельцы отдают предпочтение поликристаллам. Следует учесть тот факт, все фотоячейки покупаются у одного производителя, чтобы исключить ситуации, когда возникают сложности с определением общей мощности, или элементы будут иметь различный срок годности. Некоторые предприимчивые мастера покупают наборы на онлайн-аукционах, что означает выгодное приобретение. Помимо перечисленного, необходимо купить проводники, служащие соединительными элементами для гелиевых ячеек. Приспособление для пайки Для корпуса панели применяют легкие материалы в подобии алюминиевых уголков. Дерево также может служить основой для батарей, но учитывая тот факт, что оно будет подвергаться бесконечному отрицательному воздействию, не рекомендуется использовать этот материал. Следует помнить, что на аукционах продаются многие элементы установки, в том числе и готовый корпус. Для внешнего прозрачного покрытия применяют поликарбонат или оргстекло, в идеале подойдет любой прозрачный материал, не пропускающий инфракрасные лучи, которые ухудшают качество работы системы. Как собрать солнечную электростанцию для дома После подготовки всех материалов, можно заняться непосредственно сборкой солнечной электростанции. Сначала спаивают проводники с гелевыми ячейками. Так как эта процедура довольно трудоемка и сопровождается порщей элементов, из-за их хрупкости рекомендуется приобретение ячеек с припаянными проводниками. Но если товар приобретен отдельно и нуждается в соединении, существует такой алгоритм действия – подготовить проводники требуемой длины. Крайне осторожно переместить проводники в ячейку. На место соединения нанести специальное средство – паяльную кислоту и припой. Не оказывая давления на кристалл, следует припаять проводник. Процесс пайки кропотливый и затратный по времени. Соединять элементы можно по разным схемам – последовательно, параллельно, последовательно, со средней точкой. Это не принципиально. Главное, чтобы были шунтирующие диоды, благодаря которым не произойдет разрядка в ночное время. Перед установкой проводятся испытания на ток, напряжение, фиксацию элементов и герметизацию. Можно загерметизировать каждую ячейку специальным средством и запечатать пластиком. Справиться с такой задачей, как монтаж солнечной электростанции своими руками поможет пошаговая инструкция. Гелевая батарея – это выгодно, доступно и недорого. В результате установки инновационной системы можно не зависеть от погодных условий, когда пропадает электричество из-за сильного ветра или дождя в результате замыкания или выхода из строя оборудования. Солнечные электростанции – это удобно. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.